Приветствую, друзья. Я 10 лет был членом правления Межрегионального объединения профессионального медицинского врачей, психологов и социальных работников Лапиненского Александра Александровича. И вот там я делал доклад, как поэтапно развивался метод саморегуляции ключей, почему он развивался. Я рассказывал о том, что... Ну, в общем, вы можете посмотреть у нас... Внизу будет в описании ссылка на Телеграм. Кто не подписан на канал Ютуба, тоже подпишитесь сейчас, потому что там будут очень интересные вещи происходить. Ну, например, Саша, мой друг, коллега, психиатр, приходит помогать мне сделать вот такую стенку, и вы увидите, что будет завтра и послезавтра. Это только старт, начало. И мы создаём совместно с участниками Школы Человеческого Хомофутуруса из многих стран мира науку человечности. Обратите внимание, не науку, а человечности, а науку человечности. И мы выделили главные ценности общечеловеческие. Это любовь сопереживания, чувство бесценности живого, сотрудничество, созидание. А кто не созидает, тот разрушает. Поэтому я сейчас, например, хочу вам сказать, что... Откуда берётся безропотное человечество, послушное, из непослушных даже детей? Ну, во всём мире так, как сказали им что-то, они все расы, ну, видно по истории с ковидом и так далее. Почему так происходит? Почему люди... Умнейшие люди на планете есть, но почему не думают своей головой? А вот почему. Я вам сейчас отвечу на этот вопрос. Прислушайтесь. Потому что в школе любой нас учат по классическому принципу. Не понял? Выучи. Не понял? Старайся. Повторение мать учения. Место развития сообразительности. Ну, и поэтому там мы дополнили принципом подбора, путём перебора для личного творческого развития. И вот свободный художник, например. Почему власть всегда боится свободного художника? Потому что он подчиняется высшей власти, гармонии. А не только местной власти. А местная власть пытается его, так сказать, провести в порядок, устраивать худсоветы, всякие там обсуждения. А там уже вступают не небесные, так сказать, закономерности в силу, а чисто человеческие. Зависть там, такие не человеческие, а вот, ну, там другая совершенно конструкция межличностных отношений. Кто-то хочет продвинуться, кто не хочет терять власть. Потому что нормальный человек, он и художник, он и писатель, и композитор. Он всё время стремится созидать, он всегда стремится управлять своим состоянием. А тогда как более примитивные люди, они пытаются управлять состояниями, поведениями других людей. Потому что и первые, и вторые хотят быть свободными. Но первые ищут свободу через власть над собой, а вторые, более примитивные, через власть над другими. Ну, это интересное такое явление. Я вам хочу сказать, с этого дня мы начинаем новую рубрику. Ну, подписывайтесь, я говорю, на YouTube и подписывайтесь там на Telegram. Я очень благодарю Наталье Ковитамо, которая там систематизировала. В Telegram есть такое для оказания личной помощи, платформа такая. И там всё так систематизировано, и короткие встречи, и короткие ролики, и большие ролики. Встречи с интересными людьми, да, и с академиками, и с художниками, и с людьми, которые учат и лечат блокадников. Которые с тех пор сейчас в Санкт-Петербурге, наш друг. Ну, вы посмотрите, там всё есть. Ну, самое интересное, что вы увидите, что и Гурджиев Великий, которого я... И Бехтерев Великий, которого я тоже, как говорится, из книг учился на них. И на плечах этих титанов мы стоим, и расскажу вам, чего не хватало Бехтереву до того, чтобы создать ключ. Потому что он гипнотизировал больного, например, алкоголика, и внушал ему после гипноза. Что теперь, если у него будет рецидив, он вспомнит, как он сидел под гипнозом, что говорил ему Бехтерев, и у него воспроизводится эта реакция. Я дополнил тем, что я эту установку внушал в самом гипнозе. И поэтому давал ему уже ключевой якорь, ключевой момент. Если будешь смотреть точку, сочетаешь в метр пяти, и у тебя воспроизведётся это состояние. Это было легче, лучше и быстрее. В этом смысле каждый век опирается на что-то, но добавляет какое-то совершенство. Так вот, ключ и на Гуджиевой стоит, и на Бехтереве стоит, и ещё на многих стоит. Я, кстати, когда проводил курсы в Канаде, встречался с послом Канады. Там, где Гуджиев жил, и он в этой семье был там, в той стране. Я его спросил, а вы философию-то Гуджиеву саму знаете? Он говорит, ну да, я так приблизительно знаю о гармоническом развитии человека. Например, если приходил к нему худенький человек, он давал ему покушать. А если приходил полный, он давал ему лопату или тяпку, и тот работал. Но у него такое представление было. Я тогда не очень этим был озабочен и не уточнял. Я просто вам хочу сказать, что до какой степени иногда нивелируется, деградирует мощнейшие системы, философии. Я тоже смотрю про ключ. Ключ был на первой стадии, когда нужен был гипнотизёр, чтобы ему этот якорь внушить. На второй стадии уже не нужен был. На третьей стадии уже вообще не нужен никакой гипноз. Потому что и Райков, например, гипнозе внушал детям, что они лучше рисуют. И действительно, они лучше рисовали. А потом Райков ходил за мной с телекамерой, что я там показываю на своих лекциях. Ну, короче говоря, я вам просто расскажу всё это потом по частям. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, что опять я остановлюсь на волну. Я был раньше очень популярный человек, потому что с меня начиналась программа телевидения. Центрального ещё первого канала не было. Помоги себе сам. Потому что я, в отличие от психотерапевтов, психологов и разных гипнотизёров, я пытаюсь научить человека, чтобы он сам мог управлять своим состоянием. И особенно сегодня это нужно, потому что люди попадают в неопределённость. А вот это шаблонное мышление, о котором я начал говорить, которое вырабатывает стереотипы у человека. И поэтому, когда человек попадает в неопределённость, он не знает, как там быть. И там руководит человек, который, даже не зная, о чём он говорит, но если он говорит уверенно, потому что у человека срабатывает инстинкт подражания. Ну, я там же, повторяю, пока не получится основанное. Инстинкт подражания, он заключается в том, что если человек говорит уверенно, значит, типа, знает, о чём он говорит. А он может и не знать. Да, ну, мы и так рефлекторно реагируем. Да, так что наблюдайте за нашими встречами. Сейчас будут очень интересны. И сейчас придёт мой коллега-психиатр Саша, мой друг, который помогает. Вот это всё сделать, и вы увидите. Мы же и балерин обучали. И чемпионов мира готовили. Наша школа Чехбовщих, Homo Futurus, уже существует много-много лет. Мы уже совместные книги с участниками выпустили. А сейчас Наташа Кузьмина выпускает уже книжку, через месяц-полтора будет. Это будет потрясающе и для подростков, и для более мудрых людей, опытных, умудрённых жизнью, чтобы подростки развивались и не набивали тех шишек. Там будет и фантастика, и фэнтези, и документы. Потому что она у меня берёт интервью. Пять лет она брала интервью и делает эту книгу. В результате Амрита она выйдет. Она уже в печати. Ну, в наборе, в смысле. Так вот, друзья мои, когда Маринина, Александра Маринина, в своём детективе написала про Метод Ключ, ко мне столько мамаш звонили, научите наших детей экзамены сдавать. Когда Аграновский, мой друг, Валерий Аграновский, брат Анатолий, который «Землю Брежьеву» написал, меня знакомил и с Юрским, меня знакомил с часовым заводом «Слава», меня знакомил и вообще с этой командой «Багряк», Аграновский, там Беленкин, Ярослав Голованов. Ну, в общем, короче, такая кучка могучая. Когда он «Визит в экстасенсии» написал про Джона Давида Швили и так далее, где я был экспертом и рассказывал про кортиковисцеральные обратные связи через точки, на которые биологически мы воздействуем, через кору головного мозга, я рассказывал сигнальную рефлексотерапию, там я есть в этой книге. Я хочу сказать, когда эти популярнейшие люди своего времени, у которых книжки выходили миллионными тиражами и здесь, и за границей, когда там писали про ключ, там ключ был ещё не тот, которого я дам вам сегодня. Потому что с каждым годом ключ совершенствуется, и мне в этом помогает вся наша школа. Так что, друзья, наблюдайте за этой стенкой, скоро я опять займу своё популярное место. А я много раз был на этих волнах, был очень известный, потом неизвестный, потому что я готовил спецназы, и Министерство обороны, психологи, МЧС-психологов. Ну, теперь вы узнаете. Очень многое, и самое главное, чтобы народ, который рождается даже из непослушных детей, почему он становится таким безропотным. Потому что наша школа человек будущего внесёт туда живой элемент, чтобы люди развивались не только послушными, а сообразительными. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok